Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про Хороший вопрос. Беспроводной доступ к файлам Android в проводнике Windows 11. Почти в каждом обновлении нашей 11 винды появляется новая функция интеграции с Android устройствами. Последняя версия 11 винды позволяет получить беспроводной доступ к файлам вашего телефона для записи и чтения прямо в проводнике. Итак, в этой секретной инструкции я расскажу вам подробно о том, как получить доступ к файлам Android телефона или планшета в проводнике Windows 11. Итак, поехали! Итак, первый вопрос. Настройка доступа к телефону в Windows 11 через проводник. Прежде чем приступить к подключению, рекомендую выполнить несколько действий и учесть следующие нюансы. Итак, для того, чтобы описанное было, работало, требуется учетная запись Microsoft. По-любому. Следующая требуемая версия Android 11 или более новая. По-любому. Посмотрите свои аппараты, какая у вас система Android. Следующая. На телефоне необходимо установить, а если уже установлено, как, например, на Samsung Galaxy, обновить приложение «Связь с Windows». По-любому. Это заходим в магазинчик и обновляем. В приложении следует использовать ту же учетную запись Microsoft, что и на компьютере. То есть связочка должна быть и по паспорту. Следующая. Заходим в Microsoft Store, в раздел «Скачивание». Выполняем проверку установки обновлений. Если приложение «Связь с телефоном» или «Узел взаимодействия между устройствами» не обновлены, функция может быть недоступной. Ну и последняя. Подключаем компьютер или ноутбук. То есть включаем компьютер, ноутбук и телефон к одной Wi-Fi сети. То есть по Wi-Fi тоже должно быть все вместе. Далее. Простые шаги для установки соединения и включения отображения хранилищ Android в проводнике будут следующими. Первое. На компьютере с Windows переходим в параметры. Далее Bluetooth и устройство. И далее мобильные устройства. Появляется у нас окошечко вот такое интересное. Здесь мы включаем опцию «Разрешите этому компьютеру доступ к вашим мобильным устройствам». Затем нажимаем «Управление устройствами». Третий пункт. Добавляем ваше устройство. С помощью кнопки «Добавление устройств» потребуется сканирование QR-кода с экрана компьютера. Подтверждаем подключение путем ввода кода, указанного на компьютере. И предоставление необходимых разрешений приложению «Связь с Windows» в мобильном устройстве. То есть и там, и там надо проделать нам определенные действия. Четвертый пункт. На компьютере включите опцию «Показывать мобильное устройство в проводнике». Отображать файлы фотографий и мультимедиа устройства в проводнике. Опция может не отображаться, если вы не выполняете одно из перечисленных выше условий, либо до установки активного подключения к устройству. Итак, в результате вы сможете увидеть хранилище вашего телефона прямо в проводнике Windows 11. Это неплохо. При этом вы здесь сможете делать следующее. Просматривать имеющиеся на Android устройстве файлы, копировать их или переносить между устройствами, создавая новые папки и файлы. Также вы можете удалять файлы и папки с устройства. В этом случае они помещаются в папку «Recycled Bin» – «Connected Device». на вашем Android телефоне или планшете, который автоматически очищается через 30 дней. Что-то где-то там накрутили, поудаляли. Заходим побыстрее и сейчас восстанавливаем. Итак, по окончании нашего видео скажу следующее. Конечно, вновь введенные вот эти фишечки, они могут работать в данный момент времени не очень корректно. Но я думаю, все у нас получится. Также скажу следующее, что учитывайте, что несмотря на то, что подключение выполняется тем же способом, что и при использовании приложения «Связь с телефоном», это не одно и то же. Доступ к файлам будет работать даже, если опция «Связь с телефоном» отключена в параметрах, далее в Bluetooth устройство, далее в мобильное устройство. И наоборот, приложение «Связь с телефоном» для получения доступа к звонкам, сообщениям и приложениям вашего телефона будет работать даже, если отключена опция «Разрешите этому компьютеру доступ к вашим устройствам». В этом плане реализацию нельзя назвать достаточно интуитивной, но в остальном все работает достаточно исправно и может быть полезно для кого-то из наших зрителей, позволив обойтись без проводников или проводов, вот эти вот тыки и так далее. Так что удачи вам в коннектинге и все у вас получится. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.